Всем привет, с вами Элис фон Блэк. И нет, сегодня мы не будем ничего проходить. Сегодня я покажу вам, как заменить модели в игре Vampire the Mascure of Bloodlines. Наверняка у каждого из вас после прохождения игры возникало такое чувство, что вот вам понравился какой-то персонаж, и вы очень хотите за него поиграть. То есть поставить его модель на игровую модель. И прошарив несколько сайтов, вы ничего путного не нашли, либо нашли и не поняли, как это делать. Да, по просьбе трудящихся я делаю это видео. И сразу хочу извиниться за то, что в левом верхнем углу экрана у меня написан какой-то сайт. Потому что в самый, как говорится, последний момент, когда я начала уже, как говорится, открывать программу, настраивать звук, мой фрапс меня подвел и очень плохо записывал экран. Наверное, в конце видео я вам покажу, как он это делал, хотя не обещаю. Но не суть важна, я надеюсь, он не будет нам особо мешать этот чертов сайт. Я так по-быстрому скачала первую попавшуюся программу, в которой смогла разобраться. Ну и приступим сразу к делу. Значит, открываем мой компьютер и пытаемся на диске C найти игру. У многих она, скорее всего, стоит в папке Games. Но у меня папка Games пуста, потому что я, когда в первый раз проходила игру, она у меня автоматически загрузилась в Program Files. И я привыкла, что она у меня всегда там. И когда я захожу в папку Program Files и не нахожу там папки с любимой игрой, у меня какой-то прям ступор случается. А где она? Она оказывается в папке Games. Ну и так, заходим в Program Files. Но не обязательно то, что у вас она будет тоже в Program Files. Он мог... Автоматическая установка в том смысле, что могла установить эту игру куда угодно. В общем, если вы не найдете папку, подавится кликайте в поиск, вот найти программу и файлы, и ищите программу... Программу. Ищите папку. Либо можете точно так же найти папку, кликнув правую кнопку мыши, и расположение файла. И он откроет вам, где это все находится, это дело. Ну, а я вам покажу, как оно. Вот оно. Vampir Blue Blinds. И папка... Нам понадобится всего лишь одна. Вот эти вот все нас не касаются. Нам нужна папка Vampir. В этой папке нам нужна папка Models. В папке Models. Нам нужна папка Character. Простите, если неправильно читаю. В этой папке нам нужна папка NPC. В этой папке... Я вас сейчас заведу, потом не найдете. Нам нужна папка Uniquai, если я правильно читаю. И в этой папке... Да, мы пришли. Есть много-много папочек. Это разделение по локации. То есть, вот Санта-Моника. Это вот Malkevin Mansion. Это дом Грауда. Вот Giovanni Mansion. Голливуд и так далее. Ну и открываете, например, Санта-Монику. И здесь вы сразу же видите уже всех знакомых с вам, то есть она же. То есть и... Хезер, Лили, Малкольм. Серийный убийца, Вандал и так далее. Ну и тоже, например, Чайна-Таун. Тут Барабус, Кики, Люфан и так далее. Найнс Энг. Итак, допустим, вам очень захотелось поиграть Найнсом Родригесом, о котором я уже тут упоминала. Значит, где у нас Найнс, по идее, стоит? Он у нас в Даундауне, но еще в Гриффит Парке, но здесь нет папки Гриффит Парк. Она, по идее, как бы не должна быть. Поэтому мы заходим в папку Даунтаун. И вот он, Найнс, наш любимый. Тут, кстати, еще Локруа, Скелтер. Потом, позднее я вам объясню, почему у меня здесь не все персонажи. И у вас, скорее всего, будет точно так же. Так вот. Вот у нас здесь какие-то непонятные файлы, целых четыре штуки. Их мы выделяем. Перетаскиваем на рабочий стол правой кнопкой мыши и нажимаем копировать. Ну вот они у нас здесь появились. Главное, чтобы они вот здесь остались. Не надо их отсюда убирать и начинается. Пропадет. Он пропадет. И выходим обратно в... Да. В папку... Дай бог прочитать. Charakter. Так вот. И заходим в папку PC. PC Это играбельные персонажи. То есть, это все там кланы. Все семь кланов. И Мэйл Фэмэйл Это мужской, женский персонаж. Ну и так как Найнс в женском обличии будет выглядеть очень странно. Мы выбираем, конечно же, Мэйл. В этой папке есть у меня вот тут всего три клана. Значит, Треймер, Гангрова и Пруха. Ну, так как Найнс он по идее сам по себе это Пруха. Открываем папку Пруха. И здесь у нас по идее должно быть четыре папки с названием Армор. И какая-то цифра. Ну, давайте я сразу создам все четыре папки. Значит, я вот только что сейчас нажала переименовать и скопировала название, чтобы было удобнее не допускать ошибок в названиях. Потому что одна ошибочка и все. Игра может уже и не распознать эту папку. Как говорится, все ваши старания на смарт. Итак, Армор это, насколько вы помните, у всех персонажей четыре одежки. И все без застежки. Так вот, это, ну, четыре вида брони. Как говорится, легкая, немного плотная, плотная и совсем плотная. Ну, и легкая это 0, такая чуть-чуть легкая это 1, хорошая 2 и совсем хорошая 3. Ну, это вполне логично. И, ну, вот эти две папки я создала, они сейчас пустые. Вот эта папка у меня была. А здесь у вас может быть либо четыре файла, точно так же, как с Найнсом, либо, может быть, только один файл. У меня вообще здесь написано FML. Ну, то, что это женский персонаж. Это я тут просто немного баловалась. По идее, оно должно выглядеть вот так. вот так вот. Открываем папку опять бруха и, например, легкая броня обычная. То есть, ту, которую нам дает изначальную, не голым уже нам бегать. И удаляем здешний файл. Хотя я не советую прям сразу лихачить и удалять. Возьмите какой-нибудь файл, вот, например, вот этот, он без расширения какого-либо. Нажмите на него правой кнопкой мыши, нажмите переименовать и скопируйте название. А теперь можно спокойно лихачить и удалять. Хрен с ними. Теперь мы запихиваем в эту папку нашего Nines и переименовываем все файлы под те, которые у нас были. То есть вот у нас Nines мы нажимаем переименовать. Вот эта вот часть файла это расширение. Ее трогать не нужно. Иначе не будет работать. Выделяем все то, что до точки. Нажимаем правую кнопку выше и нажимаем вставить. И у нас сразу вставляется название файла, которого удалили. Так как у меня здесь немного билиберда получилось с женщиной и мужчиной. У нас же папка male, то есть у нас здесь мужчина. То есть бруха male arm 0. И поэтому я сразу из названия убираю фи, просто male. И копирую опять же это название. Все шикарненько. Переименовываем следующее. самом деле это очень муторно. Это можно задолбаться всех менять. Снова вставляем, сохраняем. Здесь у нас файл без расширения. Его можно оставить как есть. Снова вставляем. Здесь переименовываем. Здесь он сразу говорит нам о том, что расширение должно остаться. То есть он сразу выделяет так как нужно. Снова вставляем, сохраняем. Все что вам в принципе нужно это заменить как раз таки модельку в папке models. и вот мы сейчас поменяли модельку только на легкой броне. То есть если вы берете например тяжелую броню, то у вас будет выскакивать моделька брюхи. Потому что у него так заложено. Поэтому если вы хотите чтобы Nines был просто повсюду, то вам придется менять все 4 папки. И название здесь разное. Здесь уже единица. Если там у нас был 0, то здесь единица. То снова копируете себе на рабочий стол Nines. Снова здесь удаляете сюда кидаете Nines. И переименовываете. Я не говорю о том что именно Nines 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 везде. Аналогичный способ замены у всех других персонажей. То есть хотите вы например Жанетту вместо Малковяночки. Пожалуйста заходите в папку Санта Моника и ищите там Жанетту и опять же копируете вставляете переименовываете. Единственная проблема то что я вам говорила почему у меня всего 3 клана. Хотя их на самом деле 7 выходим в папку вампир и как вы видите вот здесь очень много архивов впк. Это архивы в них запакованы все файлы игры. Для того чтобы они меньше веселее как говорится и все вам на куче. То есть игра совершенно спокойно в этих архивах ориентируется и все вам выдает как нужно. но для того чтобы вам что-то изъять из этого архива его нужно распаковывать. А распаковка дело хитрое. Для этого нужна специальная программа если я не ошибаюсь в пк пульс или как-то так она называется или еще какие-то программы но сколько я не выглила сколько я не пыталась выяснить что же с этим делать то. У меня ничего не вышло я не смогла скачать потому что сколько я не пыталась распаковывать всякими программами которые обещают распаковывать в пк а ничего не распаковывать я нашла только одну программу которая только показывает модели которые находятся внутри файла внутри пакета поэтому у вас есть два выхода найти нормальную программу в пк которая будет распаковывать еще скиньте ее мне пожалуйста есть еще один вариант попросить того человеку которого эта программа установлена чтобы он зашел на диск c и скинул вам папку с этой программой потому что в этой папке 100% есть файл запуска и вы сможете спокойно ею пользоваться ее не устанавливая есть еще один вариант можно у того же милого человеку которого была программа для распаковки попросить нужную модель то есть модель вот у него все распаковано он заходит папку модель открывает NPC и у него там в папке downtown у него все персонажи абсолютно огромный список и например вы хотите там танцел и он вам скидывает папку заархивированную танцел как мне скидывали потому что я люблю дамзел я хотела играть и я стабильная она есть я на флешку себе скинула чтобы она не мешалась и вот у меня уже даже под нее папочка пруха уже сразу переделанная как бы на две брони у меня сделан там зуба так что спрашивайте у своих друзей знакомых может быть они как то вам и сразу хочу сказать вы не думаете что вот вы сейчас поменяли все закрыли как говорится все папки сразу открываете бежите открываете игру и там оп и ничего не поменялось то что я плохая плохо вам все рассказала нет я хорошая перед тем как запускать игру и уже наслаждаться игрой за нового персонажа вы нажимаете перезагрузка перезагрузка перезагрузите компьютер он расставит все по полочкам как говорится все протрет все у тебя в мозгах у него перекинется и будем все спокойно работать не забудьте про перезагрузку и еще одно несмотря на то что вы видите персонажа как говорится таким каким вы хотите его видеть другие персонажи игры будут видеть его воспринимать его таким какой он есть на самом деле то есть если например вы замените Тореадора персонажа на Сфирату например поставите на Тореадора то Маскарад вы не будете нарушать бегая по улицам потому что все будут воспринимать его как Тореадора ну и опять же я скажу вам о том что для того чтобы заменить например молковяночку на гангрела то есть играбельного персонажа на играбельного вы идете в папку PC открываете Femail вы просто меняете точно так же то есть заходите там нужную вам папку выделяете файлы копируете на рабочий стол выходите заходите в другую нужную вам папку все это сюда выкидываете и опять переименовываете то есть здесь точно такая же техника ничего сложного в этом нет просто это очень запарно честно вам скажу я очень долго парилась поэтому вот там модель с которой я обычно играю вот там она у меня вот всегда здесь на рабочем столе висит главное это я что-то уж больно заговорилась всем спасибо за внимание это скорой встречи